всем привет мы с вами продолжаем изучать операционные системы и компьютерные сети и сегодня поговорим об очень интересной и обширной теме такой как многопоточное программирование наверное основная цель моего сегодняшнего рассказа это явно не попытаться рассказать различные вариации подходы к многопоточному программированию а скорее показав конце идею и концепцию что такое как ситуация когда в пределах одного процесса работать несколько потоков подсветить целую серию скажем так опасности и проблем которые этот механизм мощный механизм поза вскрывается и скажем так из чего незнание проблем которые механизм многопоточного программирования с собой привозит привносит могут привести к целой серии ошибок проблем в программах и так далее вот моей цели будет сегодня показать различные проблемы которые в том числе возникают в многопоточном программировании и то как с ними можно бороться и так что же такое потоки мы на самом деле говорили до этого про процессы и в основном оперировали в терминах их но на самом деле мы можем ввести и во всех современных операционных системах вводится чуть другой подход к описанию процессов что кроме собственно процесса вводится понятие потока иногда его называют легковесным процессом и идея заключается в том что в отличие от процессов потоки исполняются в рамках одного адресного пространства то есть они могут легко получать доступ к данным друг друга фактически имея одни и те же адреса таким образом каждый процесс в операционной системе должен иметь минимум один так называемый программный поток но этим все не ограничено на самом деле в процессе может присутствовать несколько программных потоков например когда мы хотим распараллелить какую-то задачу вот у нас была задача мы рассматривали это подсчет различных простых чисел когда мы распараллеливая ее по процессам на самом деле точно так же можно было бы подойти к решению задачи распараллеливая по потокам и тогда мы можем вот все состояние процесса разделить на два класса как представлена таблицы ниже это теча те элементы контекста которые используются совместно всеми потоками и то что является индивидуальным для каждого потока и в этом смысле видно что потоки разделяют адресное пространство глобальные переменные открытые файлы дочерний процесс у них общие сигналы обработчики различная учетная информация сколько было потрачено процессорного времени процесса а вот то что касается индивидуальной части это счетчик команд получается что каждый программный поток может выполнять и на самом деле выполняет часто разный программный код у него есть указатели на разные машинные кода значение регистров то есть даже если у нас всего лишь одно ядро в процессоре и набор регистров давайте предположим только один мы можем запускать многопоточные программы просто состояние регистров каждого потока будет сохраняться в его контексте и переключаться операционной системой после того как планировщик решил переключить управление с одного потока на другой кстати важный момент что на самом деле именно потоки являются единицами теми единицами которыми управляет планировщик процессов то есть на самом деле часто планировщик управляет потоками процессы это как такой частный случай когда в процессе есть всего лишь один поток и так есть свои регистры есть свой стек вот это вот важная часть что например динамическая область а-ля куча или отображаемые регионы памяти с помощью memory mapping они общие но например локальные переменные у каждого потока разумно должны быть свои поэтому стек на котором и хранятся эти локальные переменные также стек вызовов под программу у каждого потока он свой ну его состояние в том смысле он сейчас ожидает он запущен и так далее как работать вот этими потоками запускать их останавливаясь точки зрения прикладного программиста на самом деле есть системные вызовы которые для этого используются так например есть системный вызов клоун на самом деле форк является по сути оберткой над клоун который позволяет порождать процессы но клоун умеет также порождать и потоки но скажем так более устоявшимся подходом к работе с многопоточную программу является специальное расширение по секс который называется по секс фредс или и фредс по сути представляет собой набор библиотечных функций которые инкапсулируют в себе различные операции связанные с потоками создание управление синхронизация и так далее уже внутри используются специфичные для конкретной операционной системы вызовы и в этом смысле пифредс он является переносимым между разными операционными системами поскольку уже внутри реализации этой библиотеки под разные оэс используются соответствующие системные вызовы более того начиная с стандарта языка си 11 года набор библиотечных вызовов который один в один похож на пифредс является стандартом языка и теперь стандарте языка си начиная с 11 версии включено многопоточное программирование мы будем использовать больше интерфейс самих пифредс если интересно посмотреть как это будет выглядеть более таком переносимом виде чисто на стандартных библиотеках языка си то можно обратиться за документацией к стандарту си 11 давайте к примеру вот функция описание функции пифред крейт который отвечает за создание новых потоков важно что в качестве аргументов этой функции конкретно в качестве третьего аргумента передается указатель на функцию то есть чем-то похоже по идеологии сигнатуре на сигналы где мы тоже передавали указатель на функцию которую нужно вызвать так и здесь при создании потока мы будем начинать уже не с мэйн и не с того места где грубо говоря произошел этот вызов как например fork при создании нового потока мы можем указать точку входа которая является функцией и тогда новый поток начнет выполняться именно с той функции которую мы укажем мы можем передавать различные аргументы но сейчас давайте посмотрим на конкретный пример вызова и немножко поиграемся с ним и так здесь слева представлена программка которая создает поток поток изменяет значение некоторой глобальной переменной а точнее нет прошу прощения он изменяет значение своего аргумента и все функция которой мы запускаем поток завершается возвращая нул на самом деле через этот возврат обычно можно сигнализировать о том успешно или неуспешно завершилась программу завершился поток наша основная программа в которой бежит как бы первый поток при старте программы всегда запускается один поток который стартует с мэйн вызывается функция пифы крейт в качестве первого аргумента передается специальная переменная в которой будет сохранен идентификатор потока можно так его назвать на самом деле это переменная имеет целочисленную природу мы можем указывать различные атрибуты запуска потока здесь я это не использую поэтому передаю нул в качестве 2 аргумента третий аргумент это функция которую мы будем вызовем в нашем новом потоке и четвертый аргумент достаточно интересная вещь мы можем внутри потока передать указатель на какую-то область памяти для того чтобы поток мог использовать например какие-то переменные в этой области обмениваясь тоже таким образом информации с другими потоками в данном случае мы объявляем переменную стоит объявляю ее с спецификатором volatile по той же причине как мы это использовали в обработке сигналов для того чтобы компилятор не пытался оптимизировать чтение этой переменной поскольку ее значение могло поменяться совершенно неожиданном месте с его точки зрения компилятор уже может не окончательно следить именно за тем как меняется в рамках разных потоков и в качестве третьего аргумента передается указатель на эту переменную и дальше здесь функция которая будет запустить с которой на выполнение которой начнется наш поток может получить таким образом указатель на эту переменную все что можно предать один указатель и каким-то образом модифицировать ее например там можно передать указатель на целую структуру различные опции параметры запуска все что нам важно для того чтобы поток имел своем распоряжении здесь все что я хочу сделать это установить ее значение 42 для того чтобы показать важную вещь а эта переменная объявлена в в памяти на стеке первого потока но поскольку потоки разделяют между собой все адресное пространство то мы можем передать адрес этой переменной во второй поток и у нас будет мы будем говорить не о копиях этих переменных в разных потоках об одной и той же переменной которые два потока могут получить доступ и а и установить ее значение проверяем успешно ли нам удалось завершить поток и далее с помощью другой функции pfret join чем-то похоже на wait только в мире потоков мы ожидаем завершения потока передавая собственно инфикатор потока в качество у кого мы же хотим какой поток мы ожидаем завершение также в join можно передать различные аргументы здесь это не используется случае если мы успешно завершились наш поток то тогда мы просто печатаем значение от этой переменной стоит для того чтобы убедиться что здесь она была задана нулю но получается от сих до сих пока мы выполняли эту программу кто-то поменял ее значение но кто мы видим это сделал непосредственно дочерний процесс так если мы запустим мы увидим что действительно значение переменной поменялось давайте немножко углубимся в этот пример с помощью от латчика и посмотрим как интересно выглядит мир многопоточного программирования в отладке итак запускаем наш отладчик сразу ставлю в точку останова на функции main и запускаем нашу программу с помощью информации команды info threads мы можем посмотреть информацию о текущих потоках gdb печатает что у нас есть всего лишь один поток звездочка обозначает кстати что это сейчас текущий поток с которым работает gdb его идентификатор это не совсем пит это специальный идентификатор и он печатает где сейчас этот поток находится мы находимся сейчас в файле си на 14 строке но то есть мы только сам сам начале мэйна дальше я поставлю точку останова уже на девятой строчке файле фред .си на строчке 9 то есть это именно на вот уже первой инструкции в нашем втором потоке и продолжим выполнение программы сразу видно что даже по ходу выполнения gdb залогировал что был запущен новый поток и gdb на него переключился поскольку этот поток стал на этот момент активным в нем стоит точка останова видно что у него другой идентификатор нашего потока и теперь если мы посмотрим информацию по потокам увидим что gdb печатает информацию о двух первый и вот второй второй это тот который мы сейчас запустили именно в нем мы сейчас находимся в нем стоит наша точка останова интересно посмотреть информацию о регистрах мы можем посмотреть информацию регистрах сейчас для активного второго потока можно посмотреть их различные значения и в частности я хочу посмотреть значение для esp rsp rsp здесь у нас все четыре битная платформа поэтому полная часть регистра отвечающего за указатель на стек это rsp для 64 бита для 32 это был бы ки сп и теперь я хочу переключиться на первый поток вот такой команды это делается и распечатать его значение регистра rsp стоит обратить внимание на первый факт в разных потоках значение регистра разное и не только rsp на самом деле все регистры могут отличаться друг от друга ну как он так основные регистры общего назначения включая счетчик команд это вот как раз означает что у каждого потока по сути свое состояние регистров она сейчас для каждого потока уникально второе на что я бы хотел обратить внимание насколько сильно отличаются посмотрите на абсолютное значение сколько сильно отличается указатель на стек То есть такое ощущение, что стэк второго потока и стэк первого потока находятся очень далеко друг от друга. Давайте это выясним. Для того, чтобы посмотреть более подробное расположение стэка, я могу использовать такую команду, которая выведет отображение страниц памяти для всего процесса. Так неудобно. Давайте я вот так вот немножечко отверстаю. И попробуем здесь вернем теперь еще состояние регистра РСП для первого потока. И давайте для второго распечатаем. Итак, смотрим, куда указывает стэк для нашего первого потока. Если внимательно присмотреться, то нетрудно увидеть, что на ту область памяти, на то отображение виртуальных страниц, которые помечены, собственно, словом стэк, и находятся явно в старших адресах памяти. А вот если мы посмотрим внимательно, куда смотрит верхушка стэка для второго потока, то мы с удивлением увидим, что он отображается уже явно не в старшие адреса памяти, а что-то ближе к куче. И более того, это будет абсолютно правильно сказать, что стэк у снова создаваемых потоков будет отображаться примерно там, куда отображается куча, то есть динамическая память. Конкретно вот была создана и выделена целая серия страниц достаточно большого размера. И если присмотреться на диапазон от и до, и на наш адрес видно, что как раз где-то в старшей части, в последних байтах, в последних сотнях байтах вот этого всего отображения находится наш стэк. Почему, кстати, в конце вот этого сегмента, ближе к концу, а не ближе к началу? Вне зависимости от того, это стэк, где находится, стэк всегда растет в сторону младших адресов, поэтому стэк будет расти в сторону вот этого младшего адреса. Любопытно, кстати, посмотреть, что вот, да, она была явно создана куча. А что вот это вот за адрес? Кстати, можно увидеть, что на самом деле куча имеет гораздо более младшие адреса, чем стэк, поэтому в этом смысле можно считать, что стэк для новых дочерних процессов тоже создается в старших адресах, ну вот 7 и много F в начале. Единственное, что в отличие от стэка первого процесса, который создается вот прямо здесь, как мы видим, между ними могут присутствовать различные области отображения, то есть мэппингов. По сути, и вот эта область, она была создана явно с помощью вызова M-Map для нового потока. Причем, как можно увидеть, было аллоцировано две области, раз и два. Одна достаточно большая, и именно в ней располагается стэк нового потока. Вторая очень маленькая, даже если пересчитать это в байтах, это одна страница, то есть была аллоцирована всего лишь одна страница, которая находится как бы перед, с точки зрения младших адресов. Очень интересная страница. Если посмотреть ее спецификаторы доступа, то мы увидим, что в эту страницу запрещено и читать, и писать, и исполнять. То есть попытка, скажем так, обратиться к этой странице зачем угодно, сразу приведет к ошибке. Ошибки сегментации, потому что попытка отсюда что-то прочитать, сюда что-то записать, или, не дай бог, что-то здесь выполнить, будет перехвачена процессором, поскольку в таблице виртуальных страниц помечено, что у этой страницы недоступна ни на запись, ни на чтение, ни на исполнение, и информация об этом передастся в операционную систему. Для чего? Для чего такая страница создается? В каком-то смысле это страница охранник или guard page. Она предназначена для защиты от переполнения стека, вот этого нашего второго потока. Если мы будем неконтролируемо растить стек, рано или поздно он перевалится за этот диапазон, мы попадем, вот видите, она прямо рядышком с ним находится, диапазон вот этот, попытаемся хоть что-то сделать здесь с памятью, прочитать, записать или исполнить, и сразу как бы получим ошибку. То есть это вот такая вот охранная страница, которая используется в операционной системе для того, чтобы случайно переполнение стека не привело к порче данных в других областях. И очень часто мы вот такую вот картинку именно со стека можем увидеть, что создается такая вот охранная страница. С точки зрения переменной state, вот мы можем обратить внимание, что и в локальной переменной мы видим вот такой вот адрес, явно расположенный на стеке первого потока. И если мы переключимся на первый поток и попросим тоже распечатать на уже адрес переменной state, мы увидим, похоже, распечатывается какое-то служебное переменное, а не та, которую мы хотим. Ну вот, имя, скорее всего, подобрано неудачно для этого значения, поэтому в первом потоке так просто не удается распечатать ее непосредственно. Первый поток у нас висит вот в этом ожидании, пока не завершится. В последующий мы можем просто продолжить выполнение, и после этого нам скажут, что все наши потоки и, собственно, сам процесс были завершены успешно. Вот такое вот погружение внутрь того, как взаимодействуют между собой два потока, мы можем видеть на этом примере. Что мы теперь можем с этим сделать? Давайте попробуем. И какие проблемы, скажем так, мы можем получить? Первое, что доступ к одной и той же памяти с одной стороны позволяет потокам модифицировать одни и те же переменные. И иногда это хорошо, например, оба потока помогают посчитать какой-то счетчик, увеличивая его значение. Проблема заключается в том, что при многопоточном программировании достаточно легко столкнуться с состоянием гонки. Что это такое? Это ошибка. Это ошибка проектирования многопоточных приложений, когда в зависимости от запуска, от запуска к запуску, скажем так, мы будем получать разные состояния наших переменных. Эта ошибка очень сложно диагностируема, то есть ее сложно отловить отладчиком. Она может иногда проявляться, иногда не проявляться. И чтобы ее избежать, нужно знать вот эти типовые ошибки и как, собственно, их устранять. Давайте посмотрим на пример такой задачи. Называется она «Продажа билетов». И попробую я показать специальный инструмент, который называется «Freat Sanitizer», который может помочь обнаружить эти проблемы еще на ранних стадиях написания нашей программы. Сначала к коду. Давайте я расскажу, что здесь происходит. Мы моделируем ситуацию. Мы моделируем ситуацию, когда мы изображаем с помощью многопоточной программы систему продажи билетов. Как она выглядит? Допустим, каждый из наших вот этих самых рабочих потоков, он делает свою задачу. Он знает, есть то есть общее количество билетов, которые нам нужно продать. И каждый из рабочих потоков выполняет роль такого вот кассира. То есть он проверяет, остались ли у нас непроданные билеты. Дальше он выполняет какую-то процедуру, пробивает чеки, что-то делает, а потом отдает с билет, забирает деньги. Это может все происходить на самом деле. Это система бронирования билетов может быть не живая, это может быть на сайте, например, система бронирования билетов. После чего уменьшает счетчик количество доступных для продажи билетов. И вот так пока билеты есть, все наши рабочие потоки крутятся, крутятся там. Основная программа делает следующее. Мы через аргументы командной строки просим нам передать количество билетов, сколько есть изначально. Дальше мы запускаем столько наших потоков, сколько указали. В данном случае я хочу запустить 5 потоков. То есть для каждого потока мы вызываем функцию pfretCreate, мы передаем указатель на вот эту самую переменную, которая хранит число билетов. И дальше мы ждем завершения всех потоков. Мы считаем, что они все рано или поздно завершатся. Неважно в каком порядке, мы можем ждать первый, можно ждать последний. Здесь мы ждем их все просто по очереди. И в конце печатаем, сколько билетов осталось. Так вот, вроде, с точки зрения логики, в конце должно напечататься 0, потому что все билеты были проданы. Давайте попробуем с этим поиграться. Итак, первое. Запускаем нашу программу, просим продать 10 билетов. Прошу прощения, здесь уже сразу подключился Fred Sanitizer. Давайте я сначала сделаю так. Я сейчас соберу нашу программу заново. Хочу пока, чтобы в ней не было никаких помощников, которые нам помогут обнаружить эту проблему. И снова запустим нашу программу, передавая 10 билетов. Посмотрите на очень забавный результат. В конце осталось минус 4 билета. Давайте запустим ее еще раз. Снова минус 4. И снова минус 4. Давайте, чтобы было по-разнообразнее, попробуем продать 100 билетов. Каждый раз почему-то минус 4. Тысячу билетов. Снова минус 4. То есть у нас поведение детерминированное, но на самом деле оно могло бы быть немножечко и случайным в этом смысле. То есть нет какой-то строгой гарантии, что всегда будет минус 4 билета. Например, мы можем попробовать продать 8 или 6 билетов. Ну, по крайней мере, здесь сейчас нам всегда печатают минус 4. Откуда? Откуда минус 4? Как мы сумели продать билетов больше, чем у нас вообще говоря было? Откуда такое странное поведение, такая странная логика? Проблема как раз в этом самом состоянии гонки. То есть если присмотреться к вот этому коду с точки зрения многопоточного программирования, то у нас возникает вот какая ситуация. У нас сразу 5 потоков выполняет вот этот код. И более того, сразу 5 потоков читают и записывают, изменяют вот эту самую переменную. Поэтому вполне спокойно можно себе представить ситуацию такую. Поток А прочитал значение переменной. Допустим, оно было 1. Он видит, что есть еще один билет. Значит, его можно продать. И дальше пошел сюда. В функцию сна. Кстати, я, кажется, знаю, как сделать немножко рандомизированное поведение, но бог с ним. Поток В тоже прочитал значение этой переменной. И тоже видит, что она 1. То есть больше нуля. И он тоже зашел внутрь цикла. Поток А поспал немножко и продал в итоге наш билет. Значит, значение этой переменной стало уже 0. В этот момент поток В, который тоже спит вот в этой строчке, тоже просыпается. То есть выполнил какую-то свою задачу. Под вот этот слип я подразумеваю, что там произошла какая-то работа, которая заняла время. В данном случае это 100 миллисекунд. Или даже еще быстрее 100 миллисекунд. 100 миллисекунд, скорее всего, все-таки. Так вот, поток В тоже уменьшил счетчик количество билетов. И если поток А уменьшил ее до нуля, то поток В уменьшил его аж до минус 1. И вот так в случае, когда здесь крутится 2 потока, мы на выходе можем получить перепродажу билетов. Что это означает? Кто-то придет и будет 2 билета, выписанных на одно и то же место, например. Или просто нам придется принять больше людей, если это не по местам, чем мы могли себе предположить. Вот такая вот очень неприятная ошибка. Связана она с тем, что когда мы теперь пишем программу многопоточную, мы должны держать в голове, что вот эти строчки кода и доступ к этим переменам могут выполняться из разных потоков, из разных мест. Это ломает немножко логику вот такого линейного построения. И именно это причина, по которой достаточно тяжело искать ошибки, связанные вот с таким вот самым многопоточным программированием. Слава богу, есть несколько инструментов. В частности, есть инструмент так называемый Thread Sanitizer. Чтобы его включить, я должен включить соответствующую опцию. Sanitize Thread. И теперь, если я запущу нашу программу, то кроме финального результата, который теперь минус один, на самом деле выдастся еще целая серия вспомогательной информации, которая как раз и печатается с помощью вот этого дополнительного модуля, который сейчас был встроен в нашу программу, Thread Sanitizer. Он обращает внимание на чтение и запись из разных потоков, которые обозначают их с помощью буквок T, T3 и T1, указывая, собственно, где эти записи были. Здесь он сейчас не показывает нам конкретные строчки. Давайте я еще добавлю отладочную информацию в нашу программу. И тогда, я думаю, что Thread Sanitizer уже будет указывать «Да», вплоть до конкретных строк. Вот, в частности, он обращает наше внимание на строчку номер 13, где идет чтение вот с этого адреса. Похоже, что это именно адрес переменной, в которой хранится количество билетов. А потом была предыдущая запись, тоже размером 4 байта по этому же адресу. И подсказка, например, указывается, где эти потоки были созданы. Ну, чтобы мы могли понять, у нас все потоки находятся на 29-й строке. Таким образом, Thread Sanitizer подсвечивает проблему, что он увидел состояние гонки, data race, гонка по данным. Потому что один поток читал из этой переменной, другой поток писал. И, скажем так, не было сделано никакой синхронизации, о которой мы сейчас поговорим, которая бы гарантировала, что пока, скажем так, поток работает и обрабатывает эту переменную, другие ее читать не могут. Давайте посмотрим, как эту проблему можно было бы решить с помощью инструментов, которые называются синхронизации потоков. Или mutex. Так называемое взаимное исключение. Это один из примитивов, который позволяет участки нашего кода пометить как критические, с точки зрения многопоточного программирования. Что под этим подразумевается? Мы будем предполагать, что в критичном участке может выполняться только один поток. Все остальные потоки должны ждать, пока поток, который выполняет критический участок, не закончит его обработку. Как только поток выходит из критического участка, mutex позволяет второму потоку в него зайти. И это дает нам уже какую-то гарантию дополнительную, что именно в ту секцию кода, которую мы хотим ограничить с точки зрения многопоточного программирования, то есть объявить ее критическим участком, у нас в ней будет находиться не больше одного потока одновременно. Давайте посмотрим пример этого самого mutex. Берем тоже нашу самую задачу. Это продажа билетов. Только теперь, кроме того, что мы будем передавать переменную, которая хранит начальное количество билетов, которые нам нужно продать, мы будем передавать указатель на целую структуру в наши функции, которые запускают потоки. Кроме количества билетов, мы еще будем передавать специальную переменную типа mutex, или pfret mutex type t. Именно с помощью вот этой, так называемой, mutex, вот этой переменной синхронизации, мы будем ограничивать доступ к нашим потокам. Каким образом? Функция теперь, которая продает билеты, которая запускается в несколько потоков, она меняется. Мы выделяем именно критическую секцию кода. Что это за критическая секция? Я мог бы выделить, конечно, весь цикл while целиком, но тогда потерялся бы абсолютный смысл писать эту программу на многопоточном режиме, потому что получается, что пока один поток не продал все билеты, остальные бы просто стояли и ждали. Я использую немножечко более хитрый способ. Когда я хочу как раз изменять значение переменной, которая хранит в себе число непроданных билетов, я заключаю вот этот кусочек кода в критическую секцию с помощью того, что я блокирую mutex в начале критической секции и разблокирую его в конце. Этим двум функциям в качестве аргумента передается адрес вот этого самого mutex, то есть ampersand будет применен именно к полю mutex. Внутри, вот здесь я хочу обратить внимание на очень интересный момент, который часто забывается даже при использовании примитивной синхронизации. Я еще раз проверяю, что количество билетов отлично от нуля. То есть обратите внимание, вроде бы код выглядит очень странным. Я делаю раз проверку, если она истинна, то цикл while запускается. Но на 29 я делаю еще раз проверку. Вроде бы здесь мы не видим между этими строчками кода какого-то изменения на переменной. Но если я понимаю, что этот код запускается в многопоточном режиме, то мне никто не гарантирует, что пока я шел отсюда и дошел до начала критической секции, другой поток не успел изменить вот эту переменную. Она вполне уже могла стать меньше нуля. Поэтому на всякий случай я делаю такую дополнительную проверку. И вот здесь я могу быть уже уверен, что вот в этих трех строчках никто, кроме текущего потока, который успел, так называемо, захватить Mutex, называется захватом Mutex, эту строку выполняет. То есть это дает мне гарантию, что если вот это условие истинно, то когда я перехожу на 30-ю строчку, я уже могу спокойно делать декремент, потому что значение переменной по-прежнему будет больше нуля. Связано это с тем, что кроме вот текущего потока, который захватил Mutex, никакие другие потоки этот код не выполняют. Что же с ними происходит? Они все останавливаются на 28-й строчке, выстраиваются, грубо говоря, в очередь, и дальше ждут, пока им разрешат этот Mutex захватить. Когда же наш поток выполнил свою задачу, он уменьшил значение переменной, он разблокирует Mutex, идет на следующую итерацию цикла, и вот в этот момент другой поток получает Mutex свое владение, снова заходит сюда. Вот здесь ему важно проверить предыдущий поток, который держал Mutex, он в случае уже не увел счетчик в ноль. Если не увел, то поток делает продажу со своей стороны и так далее. Рано или поздно количество билетов у нас закончится, поэтому вот эти все условия не отработают, они вернут false, мы уже не будем уменьшать количество билетов, потому что оно ноль, мы не можем уходить в отрицательные продажи, в отрицательное количество билетов. Мы сделаем проверку в цикле while, тоже убедимся, что пора заканчивать. Здесь я, обратите внимание, не делаю синхронизацию чтения, потому что с точки зрения чтения это достаточно безопасно для многопоточного режима операции. То есть, если мы уверены в значении переменных, каждый поток может читать ее без синхронизации. То есть, синхронизация важна, когда мы хотим именно разделить чтение и запись этой переменной для нашего потока. И все наши потоки аккуратно завершатся. В основной программе отличие только в том, что нам нужно вот эти самые mutex инициализировать с помощью специальной функции mutex init и их деинициализировать с помощью специальной функции mutex destroy. Ну и поскольку часто приходится делать различную обработку ошибок, то здесь я ввел такую простую вспомогательную функцию, которая в случае, если у нас возникла ошибка, печатает нам сообщение и выходит с ненулевым кодом возврата. Давайте попробуем запустить вот эту нашу программу с mutex. Передав там 10 билетов, мы видим, что у нас в конце остается наш логичный ноль билетов. Более того, эта программа тоже сейчас собрана с поддержкой ThreadSanitizer, и мы можем пересобрать ее тоже с поддержкой ThreadSanitizer и увидим, что никаких проблем не обнаруживается. То есть, когда мы синхронизируем доступ к нашей переменной с помощью mutex, это не считается data-race ThreadSanitizer. А нет, здесь он почему-то печатает. Здесь он почему-то печатает нам сообщение. Скорее всего, это связано вот, да, с вот этим чтением и вот этой записью. Хороший момент. Скорее всего, здесь тоже может быть нюанс, да, связанный с вот этим вот элементом, но по крайней мере он видит, что создается mutex. Он видит, что, например, вот эта запись, она mutex-ом защищена, а вот это вот чтение mutex-ом не защищено. И вот это, наверное, вызывает потенциальное, то есть это не гарантированная ошибка, это потенциальная ошибка, действительно, что вот эту запись чтения мы защитили, а вот эту комбинацию нет. То есть можно представить себе такую ситуацию, что один поток уже дошел досюда, а другой только запускается и делает первую проверку на вот этом цикле while. Ну, как ее можно было бы обойти? Давайте я прям попробую при вас поменять. Я теперь сделаю такой вот прием. Я сделал этот цикл бесконечным и сделаю здесь следующую проверку, что если тоже под mutex-ом количество наших билетов стало ровно 0, то это означает, что нам нужно завершать. работу нашего цикла. Все, билетов больше для продажи нету. Проблема здесь, правда, не такая простая. Давайте. Так. Потому что, если я здесь сейчас сделаю break, то я таким образом выскочу за цикл и не освобожу mutex. означает, что только один поток завершится, а все остальные будут стоять и ждать, пока mutex освободится. Поэтому по-хорошему я должен перед вот этим брейком также освободить mutex и уже только после этого выйти из цикла. Чуть было не допустил такую классическую ошибку, как забыл освободить mutex после его захвата. Вот такая вот модификация программки, как видно, чуть-чуть ее усложнила, но зато сейчас, я думаю, Fred Sanitizer не будет нам жаловаться на вот эту вот проблему с записью чтения. Давайте это проверим. Пересоберем нашу программу, запустим ее, ну и видим, что никаких предупреждений от Fred Sanitizer не пришло, просто мы продали все билеты, их осталось ровно ноль. Давайте я покажу, кстати, что произойдет, если бы я забыл указать вот эту строчку. Подумайте, кстати, что сейчас произойдет с самой программой. Происходит достаточно простая вещь. Программа зависла. Что значит зависла? Она не завершается. Почему? Основной наш поток, который в мейне, он ждет завершения всех дочерних. У нас их запущено пять штук. Один из них умудрился захватить Mutex, дальше увидел, что вся работа выполнена и вышел из цикла, забыв Mutex освободить. А это означает, что, скорее всего, предыдущие четыре сейчас ждут, пока им освободят Mutex. Но никто уже это не сделает по той причине, что тот поток, который должен был это сделать, он уже, вообще говоря, завершился. Вот такую ошибку вполне спокойно можно допустить в многопоточном программировании при использовании Mutex'ов, не единственную, но такую опасную, это забыть освободить Mutex, который был захвачен. Поэтому программу нам сейчас придется аварийно прервать. Давайте соберем ее в более разумную версию и видим, что теперь все успешно и быстро завершается, потому что даже если мы выходим из цикла по вот этому break, то мы наш Mutex аккуратно освобождаем. Ну и, собственно, неважно, сколько у нас было билетов, мы теперь уже не можем воспроизвести ситуацию, когда мы их перепродали больше, чем собирались. Какие еще есть, скажем так, вот Mutex, с одной стороны, позволяет нам решить проблему, связанную с состоянием гонки, но если теперь с Mutex'ами обращаться неаккуратно, то они могут привести нам вот, например, к такому вот блокировке потоков, когда кто-то забывает освободить Mutex. Это не единственная проблема. Можно еще столкнуться с проблемой, которая называется взаимная блокировка или deadlock. Ситуация, когда у нас есть, например, два ресурса, два Mutex'а, которые разделяются двумя потоками, и произошла вот такая вот патовая ситуация. Допустим, у нас есть два Mutex'а, A и B, и два потока. Поток 1, поток 2. Оба потока хотят захватить оба Mutex'а. Им они нужны для какой-то своей задачи. У нас будет пример, на следующем слайде посмотрим. Но они не определились точно с порядком. И, например, по какой-то причине поток 1 хочет начать с Mutex'а, а поток B хочет сначала захватить Mutex'а. Итак, поток 1 захватывает A, планировщик задач передает управление потоку B, потоку 2, поток 2 захватывает B, а дальше поток 1 хочет захватить B, но B уже захвачен потоком 2. Значит, поток 1 ожидает освобождения B. Поток 2 теперь хочет захватить Mutex'а, но Mutex'а уже захвачен первым потоком. Тогда поток 2 ожидает освобождения Mutex'а. И вот ситуация, когда каждый ждет друг друга. Поток 1 ждет, пока поток 2 освободит свой Mutex, поток 2 наоборот, ждет, пока поток 1 освободит Mutex. Это и есть ситуация дедлока, взаимной блокировки. Оба потока зависли и никогда из этой ситуации уже больше не выйдут, если не использовать какие-то специальные методы. давайте посмотрим пример такой взаимной блокировки. Очень характерная задача. У нас есть какая-то банковская система, в которой есть счета клиентов. И есть различные операции, транзакции, которые переводят деньги, средства с одного счета на другой. Вот мы попытаемся смоделировать такую систему и сразу чувствуете важность этого примера, потому что какие-то ошибки при работе с финансами, ну это может быть чревато. То есть мы попытаемся сначала написать такое вот очень наимное банковское приложение. Что в нем есть? У нас будет у каждого счета начальный депозит, например 100, чего угодно. Мы будем работать всего лишь с двумя счетами для простоты. У нас будет два потока. Мы хотим быстро обслуживать наших клиентов, поэтому мы создаем несколько потоков, которые делают транзакции. И мы будем делать там 100 разных транзакций, итераций. Счет или депозит каждого представляет собой сумму, которая сейчас хранится на счете и mutex, который мы знаем, что в многопоточном режиме операции чтения записи должны проводиться синхронизировано и нам для этого нужен mutex, поэтому мы к каждому счету приписываем свой mutex. Ну и дальше у нас есть функция, которая инициализирует нам эту структуру, функция, которая считает сколько общий баланс по всем счетам, функция, которая нам все освобождает память из-под нашего депозита, и функция, которая выполняет транзакцию, то есть она переводит с этого счета на этот счет такое-то количество средств. Ну и несколько вспомогательных функций, типа обработки ошибок, и вот эта самая функция, которая обрабатывает потоки. Основная программа выглядит очень просто. мы создаем структуру всех наших счетов, их инициализируем, запускаем рабочие потоки, ждем их завершения и удаляем всю информацию о счетах. Что из себя представляет рабочий поток? У него достаточно простая алгоритма. Каждый рабочий поток, каждый, выполняет 100 итераций. В ходе этих итераций он определяет случайным образом, он, во-первых, случайным образом ждет чего-то, какие-то общения с внешними серверами, общение с задержка случайная. Дальше он выбирает случайную сумму, которую нужно перевести. Случайно выбирает откуда-куда. У нас всего лишь только два счета, поэтому откуда-куда может принимать значение только 0 или 1. Это номера индексов в массиве счетов. И для этого я здесь делаю такой вот простой прием, что откуда будет выбираться случайно либо 0, либо 1, количество депозитов 2, поэтому остаток от деления на 2 будет либо 0, либо 1. А куда, соответственно, это инверсия. Если from было 0, то куда будет 1, если from было 1, то куда будет 0. И выполняем нашу транзакцию. Что происходит внутри транзакции? Вот это, наверное, самое интересное. Внутри транзакции мы, во-первых, знаем, что нам нужно заблокировать mutex, причем нужно заблокировать два mutex. Вот вы чувствуете, где-то может быть уже проблемы с взаимными блокировками. Мы ведь хотим с одного счета перевести на другой. У каждого счета свой mutex. Поэтому мы сначала захватываем mutex from, чуть-чуть вот что-то ждем, потом захватываем mutex to. С одного счета мы деньги снимаем, на другой счет переводим. Мы уверены, что здесь должно быть вроде бы все корректно. Никаких проблем у нас здесь быть не должно с этими самыми счетами. В конце мы потом можем проверить по балансам. Все балансы должны совпадать, мы как бы новых денег в систему не привносим. А в конце мы разблокируем mutex в обратном порядке. Вот давайте мы позапускаем такую программу. Итак, запускаем ее на нашу итерацию. Я бы даже может... Ну, давайте пока так. И, к сожалению, мы видим, что программа что-то делает, но на самом деле она ничего не делает. На самом деле она висит. Наша программа зависла. У нас произошел вот такой вот самый дедлок. Все, что я сейчас могу, это аварийно ее остановить. К сожалению, давайте проверим. Может быть, адрес санитайзер поможет нам что-то определить с точки зрения вот этих самых дедлоков, но, к сожалению, дедлок настолько нетривиальная частая ситуация с точки зрения анализа, что, как мы видим, фред санитайзер, прошу прощения, здесь бессилен. Он нам не выдает никакой информации, мы просто зависаем. Что в такой случае делать? Что вообще можно делать? Можно попробовать немножко отладить нашу программу, например, понять ситуацию с помощью отладчика. Вот вариант, когда, я считаю, отладка программы прям может нас спасти. Я сейчас хочу отладить ее на GDB, на Linux-системе, там это будет чуть-чуть поудобнее. Так, здесь тоже хочу собрать нашу программу дедлок. А вот под Linux-сам нам еще важно при сборке программ с использованием библиотеки P-FREDS использовать специальную опцию "-lp-fret", которая, скажем так, скомпонует нам с нужной библиотекой. А и вот, похоже, я забыл указать правильный заголовочный файл, в котором объявлена функция usleep. что это у нас за правильный заголовочный файл, unistd.h или объявлено. Ну ладно. По крайней мере, это ворнинг, он нам не сильно должен мешать. Попозже посмотрим, как от него избавиться. Итак, если я сейчас запущу нашу программу, то видно, что она зависла. Она вошла вот в этот самый deadlock. Что я могу с ней сделать? На самом деле, я могу сделать вот такой прием. Я могу сейчас пока вот подержать ее в таком состоянии. Или я могу сразу ее завершить и запустить ее с отладчиком. Я могу даже никуда не ставить точку останова, а просто сразу нажать run. и вот в этом смысле видно, что у нас создалось два потока в нашей системе. Ну и мы снова висим. Ничего не обрабатывается. То есть тоже команды сейчас не воспринимаются. Все что мы можем это отправить в segint. как же нам понять все-таки, где и скажем так породилась проблема. Для этого я сделаю сейчас следующее. Я запущу нашу программу просто так и открою еще одно окно и попробую подключиться к ней отладчиком на лету. У GDB есть такая замечательная возможность подключаться прямо к бегущим программам. Например, по их идентификатору. Для этого мы запускаем сейчас вспомню правильную опцию. По-моему, минус PID скорее всего. А, мы можем или CoreFile или ProcessID указать. Тогда смотрим еще раз какой PID у нашей программы. Вот он нам важен. И запускаем Deadlock указывая именно нужный нам идентификатор процесса. И тогда сейчас GDB на самом деле подцепляется к уже бегущей программе и позволяет нам лучше понять, что сейчас происходит, то есть где мы сейчас находимся. Давайте мы посмотрим информацию о наших потоках. Мы видим, что у нас запущено три потока. Ну, правильно, наш основной поток, которым main крутится, и два потока, которые обслуживают наши депозиты. и видно, что каждый из них сейчас застыл вот в этой функции, явно какая-то служебная функция, которая нам говорит, что lock wait, то есть он там чего-то ожидает. Давайте посмотрим, что же там сейчас ожидается у этих потоков. Переключимся на поток 2. Можем посмотреть, например, его stack trace. Он показывает, какие функции были вызваны. И вот видно, что была вызвана функция exec transactions, был вызван mutex log, и был передан вот такой адрес mutex, который нам нужно захватить. И вот явно сейчас этот mutex, похоже, был захвачен кем-то другим в состоянии гонки, и мы ждем, пока он освободится вот в этой функции. Давайте переключимся на поток 3. Посмотрим его stack trace. И обратим внимание, что он тоже завис вот на этой строчке, но он ожидает другого mutex. Он ожидает другого mutex от другого потока. То есть поток 2 ждет вот этот mutex, поток 3 ждет вот этот mutex. Почему они их ждут? Похоже, что как раз возникла ситуация дедлока, то есть один из них успел захватить первый и другой. Давайте посмотрим внимательно на from to действительно видно, что они перепутаны. То есть то, что from здесь это то здесь и то, что from здесь это то здесь то есть это означает, что поскольку логика была захватом mutex какова? Сначала мы захватываем from mutex, потом мы захватываем to mutex. Значит у потока 2 это был один mutex, у потока 3 это был другой они оба захватили свои mutex а вот это уже не получилось выполнить, потому что их сосед mutex теперь который они хотят захватить уже это сделал. Как решить эту проблему? я думаю что так вот отладчик нам помог немножко проанализировать. Можем его завершить. Саму программу нам придется завершить аварийно. Ctrl C. Как нам эту ситуацию исправить? На самом деле проблема здесь как раз вот в этой неупорядоченном захвате. То есть мы позволили mutex перепутаться в разных потоках. Правильный подход к этой задаче это так называемая упорядоченная захват mutex. Чтобы в каждом потоке порядок захвата mutex был одинаковый. как этого можно добиться? Давайте посмотрим. Вот такой переписанный вариант. Здесь единственное что переписано это функция exact transactions. Что она делает? Теперь мы не сразу захватываем mutex. Мы сначала сохраняем их указатели на них переменные и мы будем действовать вот как. Мы будем упорядочивать по памяти. Поскольку мы знаем что from и to это всегда у нас например разные счета то есть перевод со счета на него же мы не рассматриваем то значит это разные области памяти и мы можем ввести упорядоченность по памяти. Давайте считать всегда что from всегда будет у нас захватываться первым если он находится в памяти раньше получается в ситуации когда это неверно и from оказался в памяти старше чем to то есть можно просто сравнить адреса указателей это можно сделать сатидом mutex здесь я сравниваю адреса на структур но можно было бы сравнить и сами first и second так вот в этом случае я меняю mutex местами таким образом гарантируя что захватываться будет явно mutex который в памяти расположен раньше вне зависимости от того в каком порядке они пришли в качестве параметров exact transactions и дальше выполняем все то же самое захватываем этот захватываем этот отличие будет вот в чем два потока когда зайдут сюда таким образом выстроят значение переменных first и second что first будет указывать на один и тот же mutex и second будет указывать на один и тот же mutex означает что если первый поток успел его захватить раньше то второй поток не пойдет он остановится на 111 строчке он тоже будет ждать пока этот mutex блокируется и не успеет захватить second тогда первый поток захватил first потом захватит second выполнит свою операцию освободит second освободит first и вот только после того как он освободит first второй поток наконец-то сможет получить mutex first в свое владение и выполнит свои задачи над ними вот такая вот вариация когда мы упорядочиваем захват mutex в разных библиотеках есть прям готовые функции которые можно передать несколько mutex например два и они сразу правильно упорядочить их для захвата одинаково давайте посмотрим помогает ли это если я теперь запущу наш ordered lock то он быстро завершается то есть он не зависает хотя весь алгоритм абсолютно тоже точно такой же каждый из потоков по сто раз выполняет вот эту нашу транзакцию откуда и куда мы переводим наши средства вот вторая проблема которой можно столкнуться то есть при многопоточном программировании кроме гонок данных мы можем столкнуться с проблемой которая называется взаимная блокировка или deadlock когда каждый из наших mutex будет ожидать другого в итоге ничего никогда у нас здесь не двинется с места ну и давайте в завершении проблем скажем так которые у нас могут возникнуть я хочу рассмотреть такую классическую задачу которая называется задача об обедающих философов она является классической с точки зрения проблем многопоточного программирования и показывает что таких инструментов как mutex чаще все-таки недостаточно по своей сути для того чтобы разрешить любую проблему синхронизации история такова что у нас собираются несколько философов вот на картинке их изображено пять заодно можете попробовать опознать их по их портретам или изображениям статуй при этом они могут заниматься только двумя вещами они могут либо есть либо размышлять есть они любят спагетти и получается у них это только когда у них две вилки ну вот так их научили спагетти нужно есть например только двумя вилками есть эти вариации этой задачки когда вместо вилок выступают палочки тогда становится чуть более понятно потому что есть одной палочкой практически невозможно надо есть двумя палочками но в европейской пересказе это вилки и философы в основном по-моему европейские кроме может быть конфуция философ может брать только ближайшие к нему вилки то есть только то что лежит от него слева и только то что лежит от него справа задача нам нужно разработать такой алгоритм который позволит философам не умереть от голода когда может произойти проблема когда философы могут умереть от голода давайте попробуем написать многопоточное приложение где каждый поток это будет свой философ который нам эмулирует вот ту самую ситуацию и мы будем знать что у нас вилка это разделяемый ресурс поэтому она должна быть обязательно защищена мьютексом и по сути она и будет представлять собой мьютекс так вот наша наивная реализация что у нас здесь есть у нас будет пять философов ну и собственно количество наших вилок будет совпадать с количеством наших философов каждый философ имеет свой номер мы могли бы придумать имена ну давайте просто по номерам и у него есть как бы указатель на левую вилку и правую вилку в качестве вилок будем использовать мьютексы вот различные действия которые может философ совершать он может есть он может брать левую вилку он может брать правую вилку он может положить левую вилку положить правую вилку и так далее в основной программе мы инициализируем все нужные нам структуры мы инициализируем мьютексы Мы заполняем правильно структуру с философами, то есть мы присваиваем правильно адреса вилок по кругу, поэтому здесь зацикливается с помощью остатка отделения, и запускаем наши потоки, которые эмулируют жизнедеятельность вот этих самых философов. Давайте сразу посмотрим, что делает у нас потоки. По сути, до бесконечности. Происходит следующее. Сначала философ берет левую вилку, потом философ берет правую вилку, потом он ест, потом он кладет правую, потом кладет левую. Тоже уже сразу понятно, что здесь, похоже, есть какие-то риски, связанные с ситуациями блокировок. Итак, вот вся жизнедеятельность нашего философа. А соответствующий функция реализована очень просто. Мы просто печатаем, что происходит, какой из философов выполняет эту операцию, ест он некоторое случайное количество времени, и дальше мы можем посмотреть, в какое, так сказать, состояние наша вот эта система из философов перейдет. Запускаем их. И можем обратить внимание на следующую ситуацию. Сначала все начало развиваться вполне неплохо, и они начали выполнять свои задачи. Они берут вилки, они их ожидают, они едят. То есть, вроде все философы... Вот второй поел, четвертый поел, четвертый снова поел. А дальше все зависло. И зависло на том, что пятый философ ждет, пока ему освободят правую вилку. Давайте посмотрим на картинку и поймем, почему. Ситуация достаточно простая. Мы можем предположить, что в какой-то момент времени каждый из философов решил взять правую вилку сначала, а только потом левую. Ну, такой у них всех алгоритм работы. И вот когда они все взяли по правой вилке, то получается, что правая вилка, по-моему, это Лейбниц. Он ее взял, а дальше, скорее всего, Сократ не может взять теперь левую вилку, потому что правая Лейбниц уже забрал себе. И вот, по сути, тоже состояние взаимной блокировки. И Лейбниц тоже не может заполучить свою левую вилку, потому что все сидят и ждут, пока освободится вторая вилка. Тоже, по сути, такая развернутая ситуация взаимной блокировки, только с участием гораздо большего количества участников, и для решения которой, к сожалению, строгая упорядоченность уже может корректно не сработать. Именно за счет вот такой зацикленности действий ресурсов. Как решается проблема в этой ситуации? В этой ситуации нам потребуется добавить еще один примитив синхронизации, который называется семафор. Его принципиальное отличие от мьютекса – это возможность пребывать не просто в бинарном состоянии, занят или захвачен. Кстати, философов наших я, наверное, прерву. А это возможность считать. То есть, по сути, семафор – это некоторый счетчик, который считает, сколько у нас сейчас акторов наших могут активно выполнять свою работу, или какой-то прям общий ресурс считает, сколько ожидающих этот общий ресурс есть. И основная идея решения этой задачи с помощью семафора заключается в следующем. Мы не можем позволить всем пяти философам, всем пяти именно, одновременно пытаться забирать вилки. Мы можем разрешить в один момент времени только четырем из пяти совершать вот эти вот действия. Пятый должен подождать, пока кто-то один полностью закончит есть. То есть иногда эта задача расширяет, добавляя образ такого официанта. Официант следит за тем, как едят философы, и просит одновременно, чтобы могли начать брать вилки и есть только четверо из них. Как это реализуется в данной логике? Мы можем использовать специальные функции для работы с семафорами. Я немножко упоминал о них в теме межпроцессорного взаимодействия. Дело в том, что семафоры могут использоваться не только между потоками, но и между процессами. Вот Mutex, например, это в основном работает только в рамках одного процесса. Семафоры могут работать в рамках множества, но никто не запрещает их использовать и в многопоточном программировании. Итак, теперь мы добавляем всем указатель на один и тот же семафор. Мы этот семафор инициализируем, и при инициализации мы сразу указываем его начальный счетчик. Он будет равен, в нашем случае, 4. И теперь при реализации нашего алгоритма мы сначала ожидаем вот этот наш самый семафор. Что произойдет? Функция семафор weight попробует уменьшить счетчик, который есть в семафоре. Если он стал равен нулю, или если он будет равен нулю, то тогда функция зависнет. Точнее, если при уменьшении счетчика он обратился бы в минус 1, то тогда семафор weight войдет в режим ожидания. То есть он будет ожидать, пока кто-то не увеличит значение счетчика хотя бы на плюс 1, чтобы его можно было вернуть в 0. После того, как вся вот эта процедура с трапезой и размышлениями закончена, то с помощью семафор post как бы мы возвращаем значение счетчика на плюс 1, который здесь есть в этом режиме. На самом деле можно семафор также заменить счетчиком с mutax. То есть, как видно, это здесь возможно. Но вот в классической постановке от задачи часто. Но там требуется, скажем так, несколько дополнительных действий, которые семафор инкапсулирует уже внутри себя. И тогда вот в такой постановке получается, что только 4 философа могут одновременно находиться вот в этой секции. То есть, обратите внимание, мы теперь как бы контролируем, сколько потоков могут одновременно находиться в секции. Она уже не называется критической, потому что в критической секции может находиться только один поток. Но за счет защиты семафорами мы можем контролировать, сколько потоков там будут находиться. Давайте попробуем запустить вот этот вариант. Обедающий философ из семафором. И здесь... Сейчас у меня, наверное, собрана старая версия этой программы. Дело в том, что я их здесь сейчас запускаю под macOS. Там чуть-чуть другой синтакс из семафоров. Но, в принципе, идея там все та же самая. Обратите внимание, что теперь ничего не зависает. Явно что-то происходит. И более того, если мы посмотрим, то мы увидим, что каждый философ хоть когда-то доест. То есть, никто из них в итоге от голода не умирает. Здесь в качестве завершения этой программы это только контрол-С, то есть сигэнд. Ну и вот мы можем проследить весь тресбек. И мы можем видеть, что вот поел пятый, поел первый, поел третий, снова поел четвертый, поел пятый. Пока вроде второй у нас какой-то голодный. Ну вот, видно, что и второй тоже есть. То есть каждый философ в итоге на какое-то время доступ к нужным ему ресурсам получает. И нет вот такого состояния, как называется голодание потоков. Когда поток вообще никак не может получить доступ к необходимым ему ресурсам для того, чтобы выполнить свою задачу. Вот такое вот решение проблемы обедающих философов с использованием семафора мы можем рассмотреть. Наверное, на этом я закончу вот такой обзор методов и проблем многопоточного программирования. Мы о нем поговорим еще на следующем занятии. В частности, посмотрим, как мы можем попробовать совместить идеи многопоточного и сетевого программирования. Получается, когда у нас возникает необходимость с одной стороны обрабатывать одновременно сообщения сразу от нескольких клиентов, а с другой стороны мы хотим иметь доступ к общему адресному пространству. Для чего? Ну вот, можно попробовать будет симулировать такую ситуацию, что мы хотим реализовать что-то типа общего чата. То есть мы хотим, чтобы сообщение, которое один клиент пишет через свой сокет, было скопировано на сокеты всех остальных клиентов. По сути, такой сетевой чат. Для этого поток, который обрабатывает вот этого самого клиента, вообще говоря, должен иметь доступ к дескрипторам сокетов всех остальных клиентов, потому что все должны увидеть это сообщение. Допустим, все в одной комнате, в одной чат-комнате. Вот в такой постановке один из подходов к решению этой задачи, это может быть как раз многопоточное программирование. Не самый, может быть, удачный подход, зато позволит нам освоить эти две темы, а потом мы посмотрим с вами уже в завершающей части нашего курса, как можно реализовать более оптимальные решения с помощью мультиплексирования ввода-вывода, когда на самом деле увидим, что один поток уже может решить всю эту задачу. А на сегодня все. Вам спасибо за внимание. Хорошего дня. Пока.